Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, сегодня я научу вас, как собрать волчок, расскажу про запуски, про арены и про подделки. Вот, это видео в первую очередь, наверное, для родителей, которые, допустим, представьте, ребенку 5 лет, он хочет играть в Beyblade, родители заказывают, покупают, а даже собрать не могут. Вот, у меня, конечно, есть ролики на эту тему на канале, но они как бы старые, поэтому уже вышло 6 сезонов, в реалиях я решил перезаписать это видео, ну, чтобы оно осталось еще на несколько лет. Такие видео нужно перезаписывать, мне кажется, вообще, такие видео стоит записывать каждый месяц, потому что реально люди не знают, не понимают, не умеют, не разбираются. Итак, что же такое Beyblade Burst? Beyblade Burst — это мультфильм, который стартовал в 15-16 годах, в то время он стартовал. Это волчок, волчок, который состоит из трех деталей. Вот на примере волчка из третьего сезона мы и разберем. Вот три детали. Это классическая схема. У нас есть верхняя часть, у нас есть металлический диск, и у нас есть драйвер. И, пожалуйста, родители, ну и там начинающие бойдеры, прошу не путать с Infinity Надо, потому что для родителей реально, что Infinity Надо, что Beyblade — это все одно, им абсолютно они разбираться не хотят, они абсолютно могут сегодня купить Infinity Надо, завтра Beyblade, послезавтра еще что-то, и вот так вот вместе весело играть не нужно. Infinity Надо — они здоровые, большие. Да, конечно, я понимаю, круто, когда Infinity Надо побеждает Beyblade, и все радуются, но Infinity Надо — они тяжеленные, они просто ломают Beyblade. Даже оригинальные могут откалываться, ломаться и так далее. Не стоит играть Infinity с Beyblade. Infinity Надо — они не имеют трех таких частей. Они просто здоровые, мощные, собираются с помощью специального ключа, руками вы их не разберете. Единственный их плюс — то, что они магнитные. Ребенку там в пять лет, ему прикольнее, типа, взять пускалку от Infinity, при магните там раскрутить и победить кого-то, но по факту в этом нет какого-то челленджа, нету вызова. Ты просто берешь самый сильный, самый тяжелый и побеждаешь в любом случае. Если ты проиграл, ну, значит, ты что-то делаешь не так в этой жизни. Beyblade имеет три детали. Первые три сезона имели по три детали. Кроме Nightmare Longinus из старого, который имел две детали, но, в принципе, смысл такой же. У волчков, естественно, есть разные формы, разные виды. Есть, например, можно одеть вот такую вот дополнительную раму на диск. Это отдельно, да? Но в целом, в принципе, они имеют одинаковый. То есть три детали, вот ты их собрал. Все. Тут, чтобы собрать волчок, вы можете смотреть, как сделать. Берете верхнюю часть, вот так ее держите, кладете диск, и вот здесь есть пружинка. Вы вот так вот вставляете. Ну, она не вставится до конца. Надо нажимать. И надо сжать и искать, пока... Видишь, вот, она нашла нужную цель, провалилась. Если цели нету, она, вот, видишь, она не проваливается. Вам нужно найти, нажать, чутка подкрутить, найти нужную цель. Вот, все. Видишь, вот, он вошел. А дальше прокрутить в правую сторону три щелчка. Ну, есть волчки, которые без щелчков. Такое тоже есть. Вот, все, волчок готов к бою. Есть, правда, еще нюанс, что этот волчок правосторонний. У правосторонних волчков вот эта металлическая часть, этот вот кусок диска, я бы так сказал, он всегда находится... Вы собрали... То есть вы крутите как бы вверх, как бы по часовой стрелке. И он у вас находится внизу. Есть волчки. Их меньше, но они есть. Например, в... Сейчас покажу. Вот, в левую сторону, например, Гайст Фафнир. Вы его собираете по такому же принципу, но крутите вы его против часовой стрелки. Вот. И у него металл будет сверху. То есть вот, снизу у правого, сверху у левого. Вот такая вот история. Еще есть, конечно, Чозер Сприган, который имеет две стороны, чтобы его... Сейчас он вращ... Давайте так. Куда он сейчас? Какую сторону Сприган вращается? В правую сторону. Совершенно верно. Чтобы сделать влево, мы должны его разобрать. Белую штучку специальным ключиком. Ну, либо можно использовать вот такую штуку, либо пускалку, там еще из третьего сезона, либо специальный ключик. Вы берете вот этой штучкой и попадаете в пазы. Вот здесь. Вот видите, тут буква R. Вот R. И меняете в левую сторону. Оп. Все. В этом прелесть Спригана, что он просто собирается. И вы уже собираете его против часовой стрелки. Вот. Теперь он, видишь, сверху. Теперь он вращается в левую сторону. Сейчас я быстренько верну. Вот. Как-то так. Как-то так. Естественно, у каждого волчка есть свои функции. Вот здесь вылазят рожки. Вот, например, здесь можно сдвинуть верхний слой. Вот здесь у нас вообще драйвер. Можно его приподнимать. У каждого волчка есть свои фишки. А подробнее о каждом волчке, но на канале ролик у меня есть. В бете там, допустим, Чо Зет Сприган, Бейзон. Там все ролики будут. И подделка, и не подделка. В принципе, я думаю, пока с этим понятно. Да, вроде как. Дальше. По пускалкам. Пускалки есть разные. Есть вот такая пускалка. Она вращается вправо. Чтобы в правую сторону тут написана буква R. То есть вы вот не вот этой частью, где мало текстуры, а верхней частью вставляете вот в R и запускаете. В левую сторону буква L. Я думаю, понятно. И вставляете сюда. То есть, как волчок крепить-напускать. Берете. Вам нужно, чтобы вот эти вот выступающие пазы зацепились за пазы, которые расположены вот в этой части. Не нужно волчок крутить. Ну, как бы как. Вы можете, смотрите, придерживаясь вот пальцем, ну, я так делаю, вы можете вставить. Вот. То есть вы вставляете, получается, между диском и между этими, этой выпуклостью. Вставляете. И немножко вот прям, да даже не немножко, а просто вот налегонечко. Оп, все. Волчок у вас на пускалке. Крутить. Мне все говорят, не крути во время боя. Понятно дело, что это происходит автоматически. Я вот вижу, как видите на турнире, просто накручивают, накручивают. Ну, лучше этого, наверное, не делайте вот с такими пускалками, а с веревочством у вас так и не получится сделать. Все. Волчок у вас здесь. Дальше. Вы нависаете волчок над ареной и дергаете, ну, вытаскиваете эту ленту. Все. Волчок у вас вращается. Мне кажется, более подробного уже описание не найти, как это работает. Но есть нюанс. В отличие от Infini Senado, вы, допустим, волчок надели, вот, и он у вас слетает. Ну, то есть, он и должен слетать. Понимаешь? Ну, все-таки Ребеус не слетает, на удивление. Вот он нормально держится, но все равно немножко вправо и все. Естественно, маленький ребенок, пятилетний, да и восьмилетний, они все могут так, ну, как бы, пользоваться этой штукой. Поэтому, если у вас волчок все-таки отваливается, делайте, как я. Смотрите, вставили, немножечко, да, на миллиметрик покрутили, все, он встал, все, хрустеть не надо. И когда вы запускаете, ну, вот тут сложно показать, я потом в другом примере покажу, можно слегонца вот немножко пальцем его придерживать. И когда вы запускаете, отпускаете палец и раскручиваете волчок. Вот, как-то так. Естественно, бейблейд, в чем смысл вообще бейблейда? Два волчка дерутся на ринге, на арене, и, значит, если два волчка, один вращается дольше, а второй остановился, это одно очко, вот ему. Если происходит столкновение, и этот выкидывает вот этого, за пределы ринга, то одно очко вот одному. Но если, к примеру, они сражались, и этот развалился на две части, то это два очка. В принципе, в турнирах играют до двух очков или до трех уже в финалку, типа, дерутся, вы можете играть хоть до миллиарда очков, это не так, в принципе, и важно. Вот, не стоит забывать, потому что есть волчки-подставы. Многие говорят, хочу самого сильного. Им, допустим, советуют Феникса, они его вроде собрали правильно, но крышка не держится. Крышка не держится даже у профессионалов, даже у токаратомии, а у подделки я вообще молчу. Вот. И здесь такая фишка, это особенность волчка, здесь нужно грамотно, смотрите, я покажу вам. Вытаскиваем белую фигню, вот эту, которую здесь видите, вот она. Вы надеваете крышку, вот, вставили, и теперь, как бы, вот этим диском прижимаете. Но, видишь, вот она все равно слетает. Вот. То есть, она даже вот у меня, вот даже я, да, на своем скилле-опыте, она просто уже настолько расшатана, что она даже уже не фиксируется. Вот. Вот сейчас зафиксировалась. То есть, она вроде бы не слетает. Только одеть на пускалку ее, вы ее запускаете, она может держаться, но может удариться и слететь. Такая фишка, друзья, в этой есть мультике, так и должно быть. Феникс самый сильнейший, но вот этот подстава, конечно, есть эта подстава. Но уже против шестого он не такой сильнейший. Вот. Наверное, в принципе, и все по сборке волчков. Именно вот стандартных, классических третьего сезона. Идем дальше. Пускатель. Я уже показал, что есть лево-право-сторонний. Дальше. Есть пускатель. Вот такой. Простой пускатель в наборе с арены идет или в наборе вот этот был с фафниром, по-моему, с каким-то, с визардом. Если штука у вас здесь, вот на этой пускалке не написано, что здесь лево-право. Здесь написано просто ин. Но если она с этой стороны, значит, это пускалка влево. Если, у меня просто сейчас такой нет, вам показать, но если, допустим, такая же фигня вот с этой стороны, то это для волчка вправо. Волчок правосторонний в левую сторону вы не запустите, потому что он, у него обратный вот здесь вот хват, и он просто его не сцепит. Можно, конечно, сделать, сейчас я вам покажу, как можно сделать. Как бы вы вроде как вставили, и вот так вот на столе, то есть вы в целом, а, вот он даже не запустится. Сейчас. А, он, я попробую вот на примере вот этого. Во, нормально встал, но отваливается. Он не запустится. Сверху вы не запустите, но, в принципе, можно запустить вот так вот. Сейчас я покажу вам. Во, вставили, опустили на стол, и, а, ну, видишь, он даже и особо не хочет запускаться. Ну, какие-то нужны определенные пуск. Ну-ка, почему он? Странно. Вообще, вроде можно было такую фишку сделать. Ну, и ладно. А, вот сейчас запустился. Ну, в общем, это все нет. А, во, во, у меня получилось. Надо было просто чуть выше поднимать. Во, у меня получилось. Ну, конечно, это не дело. Конечно, это не игра, это бред. По пускателям. Лучше один раз переплатить за токаратомию пускатель. Он дороже, да, но зато он качественный и хороший. И он сами на долгое время. Пускатели есть разные. Есть, к примеру, вот такой пускатель меч. Это вообще крутой. Здесь, неправильно я ставил. Здесь даже есть шкала запуска вашей скорости. Но, к сожалению, данные мечи очень быстро ломаются, поэтому я не советую. С точки зрения крутости, конечно, круто, но с точки зрения практичности они быстро ломаются. Есть пускатели из четвертого, сидя у нас в парке. Они с искрами. Немножко этот просто у меня уже заигранный пускатель. Есть вот такой синий. Вот. И они, надо быть внимательным. Этот пускатель пускает только в правую сторону. У него искры. Он написан, здесь написано R. Он в правую сторону. Мы знаем, какой у нас правый, кирбелос. Он запустится. Этот пускатель в левую сторону, соответственно, для него Fafnir запустится. Это вот такой четвертый сезон. Пятый был сезон спаркинг. Даже пятый был спаркинг. Нет, он пятый, да, пятый. Бейблейд с искрами. Кстати, очень эффектно. Многие родители прямо на турнирах удивляются, думают, ничего себе. Конечно, можно отдельно купить ручку и сделать круто, потому что, если вы будете играть вот так вот, во-первых, в таком положении, можно случайно волчок пальцем зажать. Ну, как бы неудобно. Не то, что, а, вот, хотя удобно запускать. Вот, вы берете ручку, вот так пальчиком придерживаете, очень удобно, и в моменте запуска отпускаете, и... я просто не хочу сильно дергать. Ну, в общем, отпустили и дернули. Вот, все, вот поэтому я дергать не хотел сильно. Но вы поняли смысл. Но, если играть без ручки, то вы, во-первых, держите здесь, а во-вторых, отпускают такие велевки от Флейма. У Токаратоми, вот смотри, вот я оттянул, отпустил, она не так быстро возвращается на место. это прижал пальцы, ничего, по пальцу вам не ударит. Но Флеймовские такие подделки могут так по пальцу шлепнуть, потом такая будет боль адская. Вот, кто знает, тот знает, поверьте, это прям пипец, нереально больно. Вот такие. Есть еще, а, вот у меня есть пускалка, кстати, вот от Феникс, которая была с ним в комплекте, вот. Она в какую сторону, мы поняли уже, в правую, это в левую. Я думаю, понятно. Анистент. Дальше, еще есть пускалки из вторых сезонов. Вот такая пускалка, вот с такой штучкой. Она запускает и вправо, и влево. Как это сделать? У вас вот здесь есть такая выделенная часть, написанная Right, Right вправо. То есть, мы можем запустить Кирбеуса с этого пускателя, он запускается, как вы видите. Чтобы поставить ее влево, сверху вытаскиваем эту штучку, поднимаем эту вверх, нам написано уже Left, и закрываем. И теперь мы можем запустить с нее по фниру в левую сторону. О, нормально. Я слабо запустил. Ну, вы поняли. О, отлично. Вот. А Кирбеуса уже мы с нее не запустим. Дальше. Есть пускалки. А, ну, в принципе, по пускалкам, наверное, все, я думаю, да? Есть пускалки из последнего, шестого сезона, вот такие вот, здоровые, огромные. Они, в чем смысл, что когда выпускали к четвертому сезону, вот такие вот, люди, мол, жаловались, ничего себе, надо покупать две пускалки по две тысячи, типа, вправо и влево, а я не хочу. Они сделали вот такие пускалки в пятом сезоне, в шестом сезоне. Значит, что мы делаем? У нас буква R, то есть в правую сторону, мы сейчас волчим, какой мы допустим? Правильный, Кирбеуса. Оп, все, зафиксировались. Дальше. Мы меняем сторону, то есть мы разбираем пускалку, снимаем нижнюю часть, снимаем верхнюю часть, меняем местами, вот так делаем, и у нас написано буква L. Все, вот, теперь от кого запустим? Пафнируем, куда? Влево. Все правильно, оп, все, полетели. Разжевал, да? Я думаю, разжевал. Дальше, разбираем, сейчас я просто разберу, чтобы мне не... Вот, смотрите, в чем здесь суть. Пускалки бывают разные, то есть вы поняли, что смысл, вариации пускалок, вот у меня их тут полно, то есть вот здесь такие, так, есть паркинг, есть вот такие, есть, соответственно, вот такая пускалка, да? Есть, а, ну и вот такие. О, пускалок много, это только половина моих пускалок. Есть пускалки от компании Hasbro, такие маленькие, они вообще там по-другому, они работают по тому же принципу, просто там у них шнуры меньше. Вот, так, давайте-ка мы это по-быстрому сейчас спрячем. Какие-то пускалки, вот, допустим, эта пускалка была в комплекте с Acem Dragon, то есть, в принципе, удобно. Можно было что купить с пускалкой? Вот эта пускалка была в комплекте с шестым сезоном. Синяя, без ручек, без ручек они идут. Она была с, с Avior Valkyrie в комплекте, тоже удобно. Вот эти две, по-моему, я вообще отдельно их заказывал. Это была в комплекте с Fafnir'ом, вот эта была с Legend Sprengan'ом, из второго сезона, а вот эта была с Fafnir'ом, с вот этим. Идем дальше. Значит, концепция. Вы меня спросите, какая же пускалка тогда лучше? Вот это, вот это или вот это? Ну, тут смысл в чем? Во-первых, давайте так, вот эти пускалки, они были хорошие, они были отличные, ленточные, а, еще есть маленькие веревочные в одну сторону, просто я не могу сейчас их показать, не могу. Вот эти были самые классные, ленточные пускатели. Я всегда за, соответственно, за ленту. Потому что лента, она, во-первых, не стирается. Вот в Токаратоме, у них не стир, вот эти зубья, они не стираются. Я вот, не знаю, где пускалка у меня, вот от Ace Dragon, вот ей уже четвертый год. Посмотри, ни одного зубчика не стерлось. Вот, вот, немножко, немножко вот здесь пошло, но это мелочь, ей 4 года, камон. Стираются зубья внутри самого механизма, да. Но, вот допустим, вот веревочный опускатель, я могу вам даже, нет, наверное, я вам не покажу, не хочу туда лезть. Короче, внутри этой черной нитки, блин, не фокусируется, есть еще нитка. И тут черная оплетка верхняя может у вас слететь, и тогда вы уже пускатель, ну, например, разбирать, но вы уже такую нитку к качеству не найдете. Вот, в принципе, если у вас ломаются шестеренки здесь, то, или лента, допустим, все-таки погнется, то, в принципе, вот сюда, вот, допустим, этот пускатель, можно поставить, например, по-моему, сейчас проверим, вот эту, вот эту ленту, вроде бы можно. А, нет, смотри, эта лента не подходит, значит, подходит у нас, знаете, что сюда, сейчас, где, вот, вот такая штука, в принципе, вставляется сюда, о, то есть, в принципе, это взаимозаменяемо, если у вас порвется шнур от этой пускалки, то без шанса. С точки зрения удобства, конечно, каждый раз запустил, засунул, конечно, запустил, засунул, это не сильно удобно, да и если эту поставить на, пуск, на ручку, то она может у вас слетать во время боя, ну, у поделок точно слетает, у оригинала вроде бы, как бы, не сильно слетает. Веревка в этом плане, конечно, лучше, то есть, ты запустил, она вернулась сама, запустил, она вернулась сама, однако, можно запустить неправильно, и тогда она у вас, как бы объяснить, там зацепится, вы, она там замотается, ну, такое бывает редко, оно бывает, зацепилось, вы волчок запускаете, а у вас сбой, и это может быть в турнире, поэтому с веревочными пускателями, совет такой, ну, он такой, типа, но совет все равно, запустили один раз волчок на ринге, в это время вы подернете еще раз, чтобы она размотала, ну, чтобы она там вошла в правильное положение, потому что у меня в ролика бывает, уже запустил, она смоталась, я не увидел, запускай еще раз, что это перезапускать, вот, в принципе, я думаю, понятно здесь все, заговорился, про пускалки, наверное, все, а, ну, вот, конечно, новый шестой сезон, лучше запускать вот с этих пускалок, потому что, извини, шестой сезон здоровый, и, сейчас, ну, и вот с этой пускалки, конечно, будет сложнее запускать, но, в целом, он запустит нормально, есть волчки, которые, вот, например, как вот эти, где вот, ненавижу его, как скалибр новый, который вообще сложно его запускать, пойди пускалку для него нужно найти, вот, так что, короче, я считаю, что сильнее именно в плане запуска, конечно, ленточный, кто бы что вам не говорил, кого бы вы там не смотрели, поверьте, мудрый мой человек, этим занимаюсь 4 года, я взрослый чувак, я все, все знаю, поверьте мне, ленточный опускатель, самый сильный, самый надежный, и самый, вот этот, долговечный, у меня была опускалка, что это хелеса веревочная, она сломалась, у меня была опускалка, по-моему, я не помню, то ли белела, то ли кого, она тоже сломалась, она там это, а, нет, подожди, от белела другая, какая же у меня сломалась, а, у меня сломалась спаркинг от Люцифера, черная опускалка, вот она сломалась у меня, веревочная, ну, веревка порвалась, вот, поэтому ленточные, ленточные тоже могут сломаться, выйти из строя, да, Но они как будто бы надежнее Их не нужно там как вот эту лишний раз Дергать и разматывать Вот, так что берите ленточный пускатель Либо вот такой, ну этот с Сейс Драгоном, правда Либо вот такой от Лайджон Спригана Ну либо отдельно поищите Закажите, вот ленточный, наверное Вот этот вообще, наверное, самый топ пускатель И да, но неудобно в плане запускания Видишь, то есть получается ты волчок приделал сюда И у тебя пальцами вот он цепляет И можно, ну, по пальцам Себе шнёпнуть или еще что Короче, минусы есть, но в плане силы То коленточный, но я сейчас в роликах Играю, вы спросите, вы скажете мне, ну ты же играешь Веревками сам в ролике, да, потому что Мне удобнее, я не могу каждый раз Искать, засовывать, что-то делать И, ну, мне Веревочная проще, и для ролика В принципе хватает веревочных, хотя вот На турнир, кстати, я бы вот такую себе взял И вообще бы не парился, она идет с овервалкере У вас волчок бонусом, если вам дорого Волчок потом можете продать, затем эту же двушку Опускалка у вас классная останется Вот она прям прикольная, вот эти две, хоть и бед Не помню откуда, то ли из набора Вроде не было их в волчках Вот, выпускателям, надеюсь, все По аренам, слушайте Ну, конечно, самая лучшая арена, кто бы что не говорил Это вот эта вот Белая от Такара Томми Из первых, вторых, третьих сезонов Я вот на ней играю уже третий год Я ее обожаю, только она Играть в тазиках родители, если вы реальный ребенок Ваш любит Бейблейд, и вы уже настроились Пожалуйста, купите ему хорошую арену Я это говорю не с точки зрения, что продавцу Там, больше продаж сделать, там, или еще что-то Реально, я хочу Просто вы купили какую-то фигню ему Там, какие-то поддельные волчки от компании СН, к примеру, да Говорите, вот тазик, наиграй Или, там, вот пол, иди играй Ну, и какого-то кайфа, экспириенса В этом нету, поэтому купите хорошую арену Правда, такую арену, конечно, сложно найти Вот, сейчас вообще, вот С аренами всегда проблемы, с пускалками проблемы Всегда, с волчками проблем никогда нету С аренами, пускателем, постоянные проблемы Вот такую арену, я не могу сказать, как она называется Давайте так, ребята, в комментариях, пожалуйста, напишите Номер этой арены, кто знает И, взрослый, зайди, посмотри Там, ребята, напишут тебе на занятой арене Или в комментариях, там, спроси, какая называется арена Я, правда, не помню Но лучше эта арена Раньше, когда вот был Hasbro God's Fish Strike Там было хорошо, что были красные арены Они, когда продавались по 600 рублей Просто я в день их продавал штук под 10, склянусь Были классные, были классные, даже лучше, наверное, этой в чем-то Вот, арена, конечно, нужна хорошая Вот, ну или подделку Но с подделками тоже Экспириенс от игры вы особо не получите С другой стороны, если вы знаете, что для вашего ребенка это все на один день То не заморачивайтесь Идем дальше Идем дальше У нас, о, какой у нас сегодня длинный ролик Кто это будет смотреть? Ладно, а вдруг он соберет миллион просмотров? Потому что я, по-моему, говорю, абсолютно крутые вещи Дальше Это Beyblade оригиналы В целом они стоят там от полторы тысячи и выше Есть наборы за пять, за шесть, за семь Но в целом волчок полторы-две Там как пойдет Понятно, что шестой сезон дороже Есть волчки Третий, четвертый, пятый, шестой сезон У каждого сезона разные функции, разные фишки Пример одинаковая система сборки Но все же отличается И есть подделки Давайте посмотрим На мой чемодан С подделками Вы спросите меня Чем же отличается подделка от оригинала На самом деле, спустя года Спустя три года Уже ничем Вот оригинал За, по-моему, две с половиной тысячи По-моему, стоит этот Valkyrie Я не помню, почему брал его И вот есть подделка за 500 рублей Да, соответственно Чем же они отличаются? Ну, во-первых Здесь, наверное, такое же сравнение Как если мы сравниваем, например Я даже не знаю Ну что, айфоны к Xiaomi сравнить Наверное, не совсем корректно Ну, короче, у оригинала Лучший пластик Он качественней То есть И у него все собирается То есть он все как в мультике Он собирается Он все С подделками Сейчас От Flame Делают очень хорошие подделки Но, естественно, есть нюансы Вот, к примеру Сейчас покажу Вот, к примеру Есть Астрал Сприган От Такара Томи В наборе он там за 5000 Есть вот такой Астрал Сприган От Flame Но у меня почему-то Данный волчок от Flame Не собирается в правую сторону Я не знаю Хоть убей Не собирается Вот и все Есть, допустим Сейчас я покажу вам Вот есть Роктавор Последний Ризинг, не ризинг Вот есть за 2000 От Такара Томи Из бустера Вот есть за 500 рублей От компании Flame Вот эти штучки Уже сломались Просто Они выскочили У Такара Томи Тоже могут выскочить Я сразу предупреждаю Тоже могут выскочить Однако Ну, этот волчок Тоже в битвах участвует Этот волчок участвует В битвах Здесь все отвалилось Понимаете Есть, допустим Что вам еще показать Даже не знаю Мне просто Хорошие мои две турнира Лежат волчки Тоже подделки Ну вот Какая деталька Вот какая-то вот Отклеивается наклейка Какая-то вот деталька Лежит и так далее Я еще раз Не призываю вас Заказывать Такара Томи За бешеные деньги Я не призываю вас Не покупать подделки Я лишь вам Показываю То Вот Вот угорода какая-то Отвалилось Тут что-то Вот Драйвера У меня Вот, кстати, драйвера Я бы вам показал А Тут нет драйверов у меня А Знаешь, что у подделок Летит только в путь Я вам сейчас покажу Сейчас Сейчас Я вам покажу Я просто Видишь, что случилось Наклеечка Дракона Отклеилась А я не знаю А, вот она, по-моему, была здесь Да, вот здесь Знаешь, что у подделок Летит чаще всего Сейчас я вам покажу У подделок Летят драйвера То есть вот эта белая часть Она просто при столкновениях Выламывается И разваливается У Такара Томи Такое тоже может быть Но у меня за 4 года Такара Томи Ни разу ничего не сломалось Возможно, я просто Не слишком сильно ими играю Ну, прям Чтобы прям По жести Потому что турнир приходишь Там запускают 20 волчков на одну аренду Такой Ааа, конец Есть, к примеру Лангинус, например Вот такой Не, подожди Неужели Лангинус Вот этот Лангинус У него А, нет, стоп Да, я правильно взял Подожди А почему у нас Гилти лежит здесь А это Рэйч Должен быть здесь Вот Так что я с одной стороны Потянулся правильно Вот к этому Но подумал, что он из шестого Взял отсюда А шестой Это вот этот вот У него Вот такой металл То есть, чтобы вообще Ничего не сломалось Короче, тупо Лучший пластик Тупо Лучший волчок Понятное дело Еще раз Я вам не призываю Покупать Аратоми Или не покупать Подделку Я просто объясняю В чем раз За что вы переплачиваете Многие скажут Да, у меня У меня Чувак, я рассказывал А, у меня Волчок Ему там Тысяч полгода Я всех раскатываю Флейм вообще работает Да, такое может быть Но скорее всего Он у вас сломается Вот Поэтому Если вы реально Хотите, чтобы ваш ребенок Нормально занимался Блейдом Вам никто не говорит Не надо покупать Чемодан из там Ста волчков Подделок там За 10 тысяч Не надо Лучше купите Два волчка Это каратоми Запускалку И арену И ребенок ваш Будет счастлив И он будет Дорожить этим волчком Если вы купите ему Сразу много подделок То он такой Типа А Мне купят еще А У меня много А Вот это вот все Понятно дело Что хочется много Сразу всего В каком-то смысле Посмотреть Конечно Можно с подделки Начать То есть Ребенок просит Блейд Вы ему купили подделку Он в нее Играет Там Два дня Ему надоело Он выкинул И вы такие Типа О Классно Я сэкономил Такаратоми Не купил И все В принципе А может быть Такое Что если бы вы купили ему Такаратоми Он бы безумно радовался И просил бы у вас Еще 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 И он бы как бы Играл и дорожил Этим волчком Понимаешь Но вам бы что-то Стратиться Но ему бы очень сильно Понравилось А так вы купили подделку Он поиграл Не понравилось Да и забросил Это дело А может быть Он бы и оригинал забросил Тут как бы непонятно Вот Я конечно Всегда буду топить За оригинал Кто бы что ни говорил Лучше один оригинал Чем 10 подделок Поверьте Мудрому человеку Вы кайфанете гораздо больше Потому что в оригинале Функции работают Волчки запускаются хорошо И все у вас замечательно Наверное все В общем-то И все Про Бейблэйд Что я такого И так на полчаса Тут наговорил Единственное Что покажу вам Еще как быстро собрать Четвертый сезон Есть Тут три волчка Два волчка Подожду У нас в третьем сезоне Было Три системы Значит Первая система Это Империал Драгон Быстро показываю У него Собирается так же Вот Но у него Драйвер На вот этом вот Он должен О Немножко он Вибрацию дает Волчку Вот такой драйвер Он из двух частей Собирается Дальше Есть у нас Вот такая регалия Которая прокручена 360 Чтобы ее разобрать Зажимаем две Вот здесь пипки Крутим И он выходит Держим Продолжаем держать Опять вставляем Накручиваем Там куда-то А Один раз И все И он собрался Вот так вот Сама верхняя часть Тоже отличается От стандартного Волчка Если здесь у нас Прот Вот Если у нас тут Просто верхняя крышка То есть здесь у нас Есть три детали Чтобы их разобрать Хотя в этом смысла Особо нету Вы отщелкиваете здесь Отщелкиваете здесь Давите в центр И у вас Разобрался волчок Во И можно менять То есть у них у каждого Своя какая-то Металлическая часть Можно менять местами Но еще раз Смысла в этом Я никакого Не увидел Это все бесполезный Просто прикол И обратно вставили Закрыли Идем дальше Пятый сезон Тут 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 есть два вида Волчков Сейчас покажу Вот Есть волчок У которого есть Стандартные Три детали Вот А Вот Раз Два Три И в принципе Он собирается Как обычный Бейблейд Вот А есть волчки У которых Как будто бы Детали две Вы снимаете драйвер И все Но Вот эту часть Мы можем Отсоединить И еще Мы можем Вот здесь Покрутить Вот сюда Вытащить Вот эту деталь И еще Можем вытащить Эту деталь В общем и целом Все это делать Не нужно В принципе Можно играть и так Главное Драйвер и диск Подобрать норм Вот Мы разобрали Значит Фафнира Дальше Что происходит Дальше И по факту Эту штуку На рактавора Уже не надеть Но Мы можем Вот здесь Правда Отверткой Или чем Только не пальцем Пальцем поломаете Все себе ногти Вытаскиваем Этот диск Вот Теперь мы можем Ну эту мы не можем Потому что она от фафнира Давайте фафнира Я соберу Чтобы Пример получился Получше Вот валькирию Возьмем Разберем по-быстрому Вот То есть Часть нижнюю От валькирии Вы можете поставить На рактавора И собрать его В таком положении Диск От рактавора Мы можем поставить На валькирию Он в принципе Вставляется просто Вот То есть Вот эти пазы Попали Должны попасть в пазы О Все Собрали И Ну и Как бы уже Берем детали Допустим Отсюда И собираем Делаем что хотим Вот Вот такая была система Ай Пальцы прям больно Прям боль В пятом Вот такая была хитрая система Я думаю в принципе Все понятно Да Здесь мы просто Вытаскиваем Вот так И Вставляем драйвер Просто крутим драйвер А я же мне показал Ну а вот здесь Мы как бы делаем Вот так Оп Оп А я не показал Можно еще волчок Собирать вот так Смотри Вставляете драйвер Сразу Вот так Вставили Смотри Вот Вот так Теперь прислонили Вот сюда И просто крутим Вправо О Да это вообще Еще проще Ну по часовой То есть Вот Нет Дожди Это собираем Против часовой Как-то А Ну вот По часовой В смысле Вот тут По часовой А левосторонний Против часовой Все Еще вам не рассказал Что вообще Вот этот диск Я просто сам не помню А по-моему Его можно Надеть на другой волчок Да Диск одевать можно Этот диск Одевать можно На другие волчки Но Есть и вторая система В этом Деле Есть еще Вот такие волчки Это Люцифер Гелиос И Гелиос У них Вот этот диск Вы не засунете Ни к тем волчкам Ни к каким другим И другой диск От тех волчков Вот из стандартных Сюда уже Вы не вставите Вот Здесь есть специальные Резиновые Такие подкладки То есть он у вас Видишь что происходит Вращается Мы устанавливаем его Ровно Вот так вот делаем Сейчас Вот так вот Зажали Дальше Вставляем диск Драйвер И как-то пытаемся Его собрать Он конечно выскочил А теперь закрываем Наверное еще раз Наверное вот так будет правильно Ну так себе сборка Здесь у нас Он имеет Функцию Во Смотри Раскручиваться Вот Так что мы его собрали И закрутили Все И потом А вообще влево Ненавижу Он вообще Чип у него Вылазит постоянно Куда-то Волчок я еще ненавижу Он сильно Но я его ненавижу Здесь Такая же схема Практически Но здесь у нас Вот эти вот штуки Выскакивают Вот они Видишь Открылись Сейчас Оп Оп Во Открылись Собираем Бэйблэйд Вот Понятное дело Что вот эту Можно на фигню Снять У каждого Волчка Какие-то Свои функции Свои фишки Вот есть Джет Вайбру На которого Крутится Вот часть Нижняя драйвера Да И вот здесь Прокручивается У каждого Волчка Свои фишки Такая система И последний Шестой сезон Тут вообще Все еще Эпичнее Рассмотрим Есть волчок У которого Вообще Верхняя часть Поднимается Есть волчок У которого Драйвер Тоже Вот такой Двойной У Савер Валкере Есть волчок Как сприган Опять же Влево В правую сторону Драйвер Четырехсторонний Есть допустим Вот здесь Спригана Вот опять Видишь она У меня даже не играю Она у меня уже Соскочила Это жесть Жесть Так Давай Сейчас погодь Где-где-где-где-где Сейчас-сейчас-сейчас А где Рэплинка А Это в другом Вот такой Тройной драйвер То есть вот Шестой сезон Он разбирается Вроде бы На три части Но Тут в чем смысл Что Давайте Ахиллесом Возьмем К примеру Где Ахиллес А давайте Кирбелса Ладно Что смотрите Вот этот диск Снизу Мы вставить В данном положении Не сможем Видишь Не вставляется Когда металл Снизу Обычный диск Не вставляется Я вот не помню Вставляется этот диск Кирбелсу Вставится Я вот не помню Если честно Да Эти диски Вставляются К старым болчкам А там были какие-то Которые не вставляются Я вот не помню Короче Чтобы нам вставить Диск От Кирбелса Вот сюда Вам очень это нужно сделать Вы хотите это сделать Разбираем вот здесь Вот так Вниз Вниз Они плохо 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 Они вытаскивают Аааа Пальцы мои пальцы Вытаскиваем верхнюю У подделки Вообще это почти не работает Берем металл Переставляем Наверх Вот такая фишка Теперь этот Мы вставляем Снизу чувака Вот так вот И закрываем Во В таком формате У нас уже Диск от Кирбелса Пожалуйста Встает Ааа Во Но он выглядит Теперь вот так В общем и целом В общем и целом Наверное мы с вами все Наши уроки По Бэйблэйду Я Слушай Я пойду Слушай Я вот сейчас Нет Я сейчас подумал Прикинь Вот это все Рассказывать Каждый день Одно и то же Учителем Я вообще бы Не смог работать Я вот вам рассказал Это как историю И А прикинь У меня сейчас Второй класс ко мне придет Третий класс Да я с ума С это рассказывать Не Учителем прям Совсем не мое Эти работать Вот Ааа Поэтому друзья Что могу сказать Надеюсь сегодня Вы узнали что-то больше Есть вот такой вот волчок Есть вообще Максимум Белял Со всеми вообще Сборками Накладками Вообще безумный волчок Об этом поговорим Потом когда-нибудь Надеюсь сегодня Вы узнали нечто больше У меня же затекла спина Болтает с вами 40 минут Ааа Жалко Не показал вам Первый сезон Арены и Пускатели Ну да бог с ним Надо было сейчас Хасбер сравнить Ну ладно Ааа И с Инфиньзиадо конечно Но в целом И так получилось хорошо Это на второй файл Друзья Сейчас переменка Идите Потом будет вторая часть Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Рад что было вам полезно Друзья Если вы знаете Какие-то секреты Лайфхаки Про Бэйблэйды Которые я в этом ролике Может я что-то не успел сказать Не озвучил То в комментариях Напишите Вот такое было видео Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Всем дочке Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok